Мы возвращаемся в студию. Телефон 65 10 99 6, код города 495. Если вы хотите высказать свое мнение, то наши телефоны работают. Вы можете также оставить свои комментарии на сайте Финам.фм, на страничке программ на своем поле. Напомним, обсуждаем тему перспективы и, к сожалению, возможного исключения борьбы из программы олимпийских видов спорта. И в догонку к словам Михаила Герасича Мамиашвили, президента Федерации спортивной борьбы, появился комментарий на нашем сайте. Ничего против борьбы не имею, но, как мне кажется, самим же борцовским федерациям давно пора подумать, как они дошли до жизни такой. Очень удобно, конечно, иметь этакий между собой чек борцовских стран и разыгрывать там кучу медалей. Да только вот реалии диктуют, что кроме самого спорта необходимо еще заниматься и околоспортивной деятельностью, популяризацией, развитием, работой над зрелищностью и продвижением на ТВ. Почему вот так же керлинг сделали олимпийским видом спорта и сколько народу им стало интересоваться даже в России, по телевизору постоянно показывают. А для борьбы кто что сделал, Америка снова должна или Европа, так это не их виды спорта, а тем странам, чей вид спорта именно борьба, получается не так уж оно и нужно. Это комментарий от Александра Маханькова. У нас в студии Григорий Твалтвадзе, спортивный комментатор, журналист, наш коллега. И как-то он головой вот так вот качает. Григорий, что не так? Что в этом комментарии вы услышали для себя крамольного? Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех радиослушателей, спасибо за приглашение. А вот то, что касается этого комментария, ну, у меня такое двойственное ощущение вообще о том, знает ли человек тему, вот уважаемый радиослушатель. Александр. Да, Александр. Наверное, да, что-то знает, но каких-то подводных течений нет. Потому что я, например, могу сказать совершенно однозначно, что Федерация борьбы делает и делала очень много для популяризации этого вида спорта в стране. Я имею в виду Российскую Федерацию. Но дело в том, что Михаил Геразьевич тактичный человек, он в основном говорил про Федерацию общего, да, про Фила, и в частности про предыдущего ее руководителя Мартинетти. Ну, вообще о выступлении Михаила Геразьевича я сейчас тоже скажу обязательно. Но я хочу сказать, что наша Федерация борьбы действительно делала очень много для того, чтобы борьба была постоянно на телевизионных экранах. И в частности, пока существовал телеканал «Спорт», это было на протяжении всех сезонов. И турнир Поддубного, и Ерыгинский турнир, и Кубки мира из Красноярска, и чемпионаты страны показывались. Так что я, наверное, здесь не очень соглашусь. А сразу по рейтингу спрошу, Григорий. Он действительно рейтинговый вид спорта? Вот это, понимаете, вопрос, который я бы вообще не рассматривал. Скажу почему. Потому что если мы ставим вопрос о популяризации, то, ребят, давайте на какое-то время забудем это поганое слово «рейтинг». И рейтинг, который определяется по тысяче опрошенных в городе Москве, он ничего не означает по сравнению, скажем, с опросом, который бы проходил в Дагестане, в Красноярском крае, в Новосибирске, в Осетии, в Адыгее, в Мордовии. Там где этот вид спорт лучше, чем футбол и интереснее для большинства. Конечно. Ну, давайте не будем забывать о том, что все-таки наша страна огромная, самая большая в мире. И невозможно расставить приоритеты по видам спорта во всех регионах, чтобы это было абсолютно одинаково. А вот то, что касается Международной Федерации Борьбы, то я совершенно однозначно могу сказать, что вот вся та проблема, которая на сегодняшний момент возникла, это плод деятельности, в кавычках, как раз господина Мартинетти и его окружения. Без деятельности, наверное. Нет, 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 именно деятельности. Михаил Геральевич очень тактичный человек. Да, это слышно. И он очень дипломатично сейчас обходил все острые углы. Ну, я не работаю в Федерации, поэтому я как журналист, может быть, позволю себе более свободные, что ли, мысли и заявления. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле, будучи такой, ну, в вассальной зависимости, да, нашей Федерации от Федерации, Международной Федерации Борьбы во главе с Мартинетти, на протяжении многих лет вынуждена была подчиняться. Вынуждена, хотя, естественно, раздавались и голоса, ну, не протеста, а возражения, и были контраргументы, которые приводились против тех или иных действий, которые Международная Федерация Борьбы предпринимала. Я имею в виду, в первую очередь, изменения в правилах. То, что сделали с борьбой, это называется, знаете, искромсать вот то дело, которое тебе поручено. Давайте вспомним, что происходило. Ну, скажем, вот, что там далеко идти за примером. Вот наш великий Александр Александрович Карелин, у которого фактически отобрали четвертую золотую медаль. Фактически отобрали, потому что на тот момент ввели вот это вот дурацкое совершенно правило, когда они стояли в стойке, по жеребию решали, кому там хватать, пальцы распустил, не распустил. Ребят, во что мы превращаем борьбу? На сегодняшний момент, посмотрите, какие ограничения у вольников. У классиков все фактически, у греко-римлян, все решается жеребием. Это что, мы придумали? Нет. Нет, ребят, это все инициатива Международной Федерации Борьбы, во главе с тем же господином Мартинетти, да. Григорий, первый воз, на секундочку, тоже комментарий с сайта. По новым правилам, скучнейшее зрелище. Сначала две с половиной минуты пихаются на ковре, не проведя ни одного успешного приема. Потом кто-то по жеребию становится в партер, и еще 30 секунд такого же зрелища. Побеждает чаще всего тот, кто устоял в партере. То есть победить можно, не проведя ни одного результативного действия, тоска. Олимпийские игры, это должен быть праздник, интересный многим. Тоже, кстати, Александр. Абсолютно вот с этой точки зрения согласен. И это, вот то, о чем сейчас пишет Александр, это как раз и есть результат деятельности Мартинетти и его команды. Ну, а разве могла Международная Федерация принимать такие решения, не основываясь на мнении Федерации Национальных? Она могла принимать решения, значит, как раз не основываясь на точке зрения Федерации Национальных, потому что... То есть у вас была такая диктатура, не у вас там, да, Федерация? Нет, не у меня. Я как болельщик борьбы и вынужден был как бы наблюдать за всем этим со стороны и как комментатор вынужден был каждый раз переучивать от соревнований к соревнованию, вынужден был переучивать правила. Так вот, я просто хочу сказать, что Михаил Герасимович очень тактично обошел, кстати, вот момент, сказал по поводу заговора против нашей борьбы. Да, да, да. У меня как раз немножечко иная точка зрения по этому поводу. И мне кажется, что Федерация, Международная Федерация Борьбы, она устала от успехов российских спортсменов. То есть вы верите в чисто такую антироссийскую теорию заговора против борьбы? Вы знаете, я бы не назвал это заговором. Я бы это назвал, знаете, таким раздражением. Раздражением, которое вызывает... Вот у вас что-то начинает там зудить кожа, вы начинаете ее чесать. И дело доходит до крови. А потом возникает инфекция, а потом, знаете, как, значит, там говорят, а потом гангрена, и все, да? И резать. И резать к чертовой матери. Не дожидаясь перитонита. Да, не дожидаясь перитонита. Я просто хочу сказать, что вот это вот раздражение, оно вот к этой гангрене и привело на данный момент. Потому что, вот опять-таки классический пример, да? Вот мы сейчас вспомнили Сан Саныча Карельна. За 10 минут до начала финальной схватки с рулоном Гарднером на Олимпийских играх против Карелина был заменен главный судья. И знаете, кто был назначен главным судьей? Брат господина Мартинетти. Вот этот примерчик... Легкая деталь. Да, это легкая деталь. Она позволяет, ну, как бы так отстраненно подумать о том, что вот есть раздражение против наших спортсменов. Есть, конечно. Конечно, есть. Несомненно. Но, вы знаете, вот это раздражение, оно, естественно, облачено было в какие-то очень такие грамотно, что ли, отстроенные юридические формулировки. Что вот это должно привлечь телезрителей и прочее, прочее. А что, с телевизионщиками кто-то консультировался, когда эти правила менялись? Конечно, нет. Никто. Это были такие волюнтаристские решения, принятые Федерацией борьбы. А все остальные должны были, знаете, как говорят, people have it. Вот people вынужден был это хавать. Но когда меняли правила волейбола, у телевизионщиков как раз спросили. Совершенно верно. Они спросили, ребята, а как вам удобнее, чтобы вы влезали в телевизионную сетку и правила поменяли в зависимости от желания непосредственно уже тех людей, которые формируют телевизионный рейтинг. Конечно. Это при том, что волейбол настолько динамичный вид спорта, что там излишняя динамика, может быть, и была бы и не нужна. Но действительно, вот эти вот правила, которые там еще массачусетские пожарные выдумывали, эти правила действительно в какой-то момент сковывали интерес. Потому что переход-подача, 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 пока очко выиграешь. А так нет, все, мяч потерял, все, очко. Базбасы в дамке. Конечно. Конечно. И правильно сделали. Ну, в общем, да. Я как человек волейбольный скажу, что это, в общем, во благо пошло для вида спорта. А вот то, что касается борьбы, здесь мы видим, что это какое-то вредительство, друзья мои. Вы меня простите, конечно, но это действительно вредительство. Ведь в чем принцип спорта? Вот по большому счету. Это выяснение в честной борьбе. Слово борьба здесь очень уместно. Уместно, да, да, да. Выяснение в честной борьбе, кто сильнее. Никто. Я не знаю, кто терпеливее. Да, терпеливость тоже хорошее качество. Но ты не имеешь возможности силу свою показать. Потому что, когда период шел, там, пять минут, естественно, наступала стадия усталости. И вот в этой стадии, на этой стадии, тот, кто сильнее, тот, кто мастеровитее, имел возможность показать, на что он способен. Где эти красивейшие броски, там, я не знаю. Эмоции. Да, через бедро, через грудь, там, вертушки, мельницы. Исчезло это все. Благодаря Международной Федерации Борьбы. Мы продолжим обязательно обсуждать тему перспектив борьбы на Олимпийских играх. У нас в студии Григорий Твалтвадзе. Человек эмоциональный, влюбленный, безусловно, в борьбу. Я надеюсь, что мы все общими усилиями отстоим. Пока на финал FM новости. И мы вернемся обязательно в студию буквально через две минуты. Телефон студии 651099, 6, код города 495. Если вы готовы высказать свое мнение, если вы хотите это сделать, напомню, мы обсуждаем тему исключения, возможного исключения борьбы из программы Олимпийских видов спорта. У нас работает наш сайт Финам.фм. Вы можете оставлять свои комментарии на страничке программы на своем поле. Можете звонить. В общем, все удобные современные средства коммуникации в вашем распоряжении. У нас в студии Григорий Твалтвадзе, спортивный комментатор. Можно на этом я буду останавливаться в вашем представлении, потому что можно перечислять бесконечно долго. Или можно просто сказать, что человек влюбленный в борьбу. Мы заговорили о том, что, в принципе, есть такая теория, что российских спортсменов таким образом пытаются подвинуть с педестала почета. Считаете ли вы, что сыграла свою роль и вот та самая пресловутая история с приездом Владимира Владимировича на игры в Лондон, когда вдруг наши дзюдоисты стали выигрывать одну медаль за другой? Многие журналисты заговорили, что только с приездом Владимира Владимировича у нас появились медали, что якобы соперники вдруг стали, как бы сказать, помягче поддаваться. И это тоже каким-то образом может сыграть свою роль. Вот появляются самые разные версии, нет? Стоп, 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 стоп. Дело все в том, что Владимир Владимирович приехал в Лондон в тот день, когда мы не выиграли золото. Он приехал на схватку Александра Михайлина на финал тяжелой весовой категории. Все три золотые медали до его приезда были выиграны. Поэтому, ну это как-то меня сейчас немножечко повеселило. Весь интернет, а вы никогда не встречались с такой? Нет, не встречался, слава богу. Приехал Владимир Владимирович, сразу стали российские дзюдоисты выигрывать и сразу стали говорить о том, что нужно исключать борьбу. Должное же время вообще не говорили, какую именно борьбу. Многие же говорили, что может быть это будет дзюдо, еще что-то. А потом сказали, что вот это политическая версия. Кстати, в дзюдо сейчас начинается, по-моему, точно такая же тенденция по лишению, что ли, дзюдо дополнительной зрелищности. Ну вот смотрите, можно говорить про заговоры, можно не говорить про заговоры. Чем сильно было дзюдо Советского Союза? Во-первых, давайте исходить из того, что сама по себе борьба и вольная, и греко-римская формировалась в нашей стране. Это была могучая река, в которую втекало огромное количество притоков национальной борьбы. Грузинская Чидаоба, Куреш, татарская борьба на поясах, узбекская борьба. То есть я хочу сказать, что это было совершенно что-то невероятное. Эклистичное. Да, совершенно верно. И когда этот продукт появился на международной арене, многие просто не знали, как с этим бороться. Опять-таки слово «бороться» здесь очень кстати. И когда мы вышли на международный уровень в дзюдо, многие элементы, не запрещенные почему-то на тот момент в дзюдо, как борьба внизу, вот на первом этаже, да, проходы в ноги, нырки. Все это было так красиво. Это было эмоционально и это было динамично. Совершенно верно. Но потом почему-то от этого решили отказаться. Почему? Почему сейчас дзюдоисты основное время проводят в стойке? Григорий, вот вспомните, вы заговорили про Михаила. Вспомните его последний финальный бой за золото. Это же было скучнейшее зрелище. Ни одного действия не было проведено. Саша был вообще в этом. Вы не помните, я комментировал эту схватку, когда Саша в конце схватки остановился, встал у края ковра, развел руки в стороны и обращался к французу. Ну что ты не борешься? Давай, парень, покажи. Это было самое обидное. Когда он в честной борьбе проиграл, это было бы, наверное, другое серебряное вознаграждение, другая медаль. А когда он его проиграл, потому что тот не боролся, это совершенно грустное зрелище. Он получил предупреждение, два шида и все. И причем первое это было совершенно непонятно за что. Ну это опять к вопросу о раздражении. Не о заговоре, а о раздражении. Ну нельзя ли такими, в смысле, вернее, почему борются такими радикальными способами? Почему российские... А как еще? Ну нельзя же борьбу из которого... Чиновник же не выйдет на ковер и не будет на ковре доказывать то, что он прав. Потому что он может это доказать только щелкоперстве, как писал Гоголь. Ну документы есть, бумажки есть, таким образом. Но это вот, когда новость эта появилась на лентах агентств, я, честно говоря, думала, что журналисты ошиблись. Ну мало ли, бывает, случается. Что-то там неправильно написали. Как можно исключить борьбу? Напишите, что вы завтра исключите легкую атлетику. Это будет примерно равнозначно. Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, у меня большое количество друзей в Греции. И как только вот это вот известие, значит, стало... До нас дошло, мне просто обзвонились и звонились в интернете, значит, смс-ками. Гриша, что происходит? Мир, что, с ума сошел? Что... Это же невозможно. Потому что для греков это вообще больная тема. Понимаете, потому что борьба была... Изначально еще с Геракловых Олимпийских игр. И это такая пощечина для родины Олимпийского движения, да? Исключить борьбу. Но это с ума сойти. Мне вот прислали недавно письмо, которое написал Константино Станус. Константино Станус это президент Федерации борьбы Греции. Да, да, да. И он очень так красиво, знаете, ну, все-таки потомок древнегреческих философов, он красиво очень в этом письме написал. Но он не президент Греции, поэтому он не может угрожать, да? Но он написал следующее. Ребят, вот если вы исключите борьбу, да? Если вы нанесете такую пощечину Греции, с каким чувством вы сможете приехать в Олимпию зажигать священный Олимпийский огонь? И там такой намек, знаете, красивый. А вот что вы будете делать, если мы, греки, не разрешим вам зажигать Олимпийский огонь в Олимпии? Они могут себе это позволить. Они могут себе это позволить. Мне кажется, это будет очень тактичный и, тем не менее, очень яркий, красивый ход. Ну, я не знаю, насколько, ну, все остальное, в общем-то, не имеющее отношения к этим идиотским чиновникам Олимпийское сообщество это воспримет. Но мне показалось в какой-то момент, знаете, когда я вот это письмо читал, что для многих-то вот этих чиновников, ну, есть Олимпийский огонь и нету. Там главное, чтобы звон монет слышался. Увы, это сейчас, наверное, не только для всех Олимпийских чиновников, это для всякого чиновника главный звук. Ну, к сожалению, да. У нас на связи есть Арсен Фадзаев, первый вице-президент Федерации борьбы России, шестикратный чемпион мира. Арсен Салиманович, добрый день. Добрый день. Мы тут эмоционально с Григорием Твалтвадзе обсуждаем перспективу борьбы на Олимпийских играх, возмущаемся, все дружно. Вы присоединяйтесь к нашей компании возмущения или вы, в общем, так уже к этой мысли, что называется, пристроились, приноровились и уже думаете в конструктивном плане и ключе, как с этой глупостью, абсурдом бороться? Ну да, абсолютно право, в первые дни мы были, конечно, в щеке и в растерянности, но когда все проанализировали, когда связали, переговорили с нашими коллегами, там, с американцами, с болгарами, с японцами, с многими странами, то мы поняли, что победа будет за нами. Вы только что слышали, как говорили, кто у вас был. У нас был Михаил Герасович Мамиашвили. Михаил Герасович Мамиашвили у нас был. Михаил Герасович говорил, да. Но дело в том, что как греки стали тоже, при вопросе стали ребром, так же многие-многие страны, и я думаю, это чья-то ошибка была. Кто-то, я не знаю, хотел, наверное, поиздеваться, но дело в том, что думаю, что победа будет за нами, уверен в этом, что победа будет за нами. И сегодня Российская Федерация руководствует с нами и Олимпийской комитет, и Министерство спорта. Ну, естественно, Федерация делает все для того, чтобы наш спорта остался в Олимпийской виде. Арсен Сулейманович, а что именно вы делаете? Что именно вы делаете? В чем заключается план ваших действий? Каким образом вы придете и начнете этим чинушам, да простят меня они за такое скромное для них название, рассказывать, что борьба обязательно должна быть в программе Олимпийских игр? Как им можно доказать, если они уверены, что скейтбординг или спортивная скалолаза не лучше? Да простят меня еще и представители этих видов спорта. Ну, я не хотел бы говорить, что они уверены. Дело в том, что вопрос еще не закрыт. Поэтому я думаю, что победа будет за нами. И мы что мы первое делаем? Мы сегодня в Шенце и выезжаем в многие страны с членами МОКа. Ведем разговор. Мы сегодня российской делегации готовили фильм, очень серьезный, где рассказывать о нашем виде спорта. Наверное, Михаил Георгиевич говорил о том, что сегодня будут выборы нового президента федерации борьбы. Это тоже один шаг к тому, чтобы изменить правила и вернуть борьбу, зрелищность борьбы вернуть, и чтобы люди ходили на борьбу и летели в борьбу. Мы же помним, что мы сами порционируем все тем, какие правила сегодня нам дали, и какие правила сегодня вделили в нашем виде спорта. Конечно, где там большая вина президента Международного антиститского комитета, это федерации борьбы, но, слава богу, что сегодня его нет. Это тоже серьезный шаг перед тем, когда будут голосования Международного антиститского комитета. Я думаю, это серьезный шаг. Но я думаю, что, по крайней мере, мне не встречалась ни одна федерация национальная, которая бы одобрила исключение борьбы из программы Олимпиады. Есть люди, которые вас не поддерживают, или, в общем, все федерации сейчас объединились в стремлении вернуть справедливость, в общем-то? Я вам хочу сказать, что даже очень приятно в том смысле, что все объединились как никогда. Как будто какая-то трагедия, общая трагедия. И все вокруг этой проблемы объединились. И все мы с борцами, с которыми я 20 лет не общался, мы сегодня со всеми связываемся. Все друг с другом уже знают телевизионные номера. И мы, как одна семья, по всему миру общаемся и ведем эту большую, огромную работу. И я уверен в том, что еще раз повторяюсь, наверное, но, тем не менее, хочу сказать, что победа будет однозначена за нами. Спасибо вам большое. У нас был на связи Арсен Фадзаев, первый вице-президент Федерации борьбы России. В общем, наверное, мне кажется, очень хорошее слово Арсен Сулейманович придумал и употребил, наверное, действительно трагедию. По большому счету, если так вот разбираться для олимпийского движения всего в целом и для борьбы в частности. Вы знаете, я сейчас слушал Фадзаева, и вот у меня перед глазами стояли его схватки. Человек, который на протяжении многих лет был олицетворением вообще красоты и эстетики в борьбе, приемы которого потрясали воображение. Это был не просто ртутный, это был не просто взрывной, это был такой сварочный аппарат, который как даст в тут же искры, что называется, из глаз. И у соперника, и у болельщиков, и у судей двукратный олимпийский чемпион, что тут говорить. И вот анализируя то, что вот я сейчас вспоминал, да, прокручивал в памяти, и, допустим, вот те примеры, те образцы борьбы, которые мы сейчас наблюдаем, ну это небо и земля. Абсолютно правильно сказал Фадзаев, что это действительно трагедия. Трагедия, и вот к этой трагедии привели вот эти вот правила. Я, насколько знаю, после того, как Мартинетти отправили с поста, по-моему, Ненат Лалович, да, был избран временно исполняющим обязанности. Какие у него перспективы стать во главе уже без приставки и о федерации, и насколько это прогрессивно мыслящий и, главное, активно действующий будет чиновник? Давайте мы с вами просто чисто географически рассмотрим этот вопрос. Швейцария, это, кроме того, что страна сыра и часов, это плюс ко всему и страна горнолыжников, бобслиистов, саночников и прыгунов с трамплина. Зимних видов спорта. Зимних видов спорта. Ну, есть еще Федерер. Да, есть. Есть еще Федерер, ну, где-то как-то сборная Швейцарии по футболу и усё. Это далеко не борцовская страна. Да, можно, наверное, быть хорошим бизнесменом и в связи с этим, значит, занять такой пост. А вот то, что касается представителей бывшей Югославии, любого взять Югославии... Это наши борцовские люди. Да, это наши борцовские люди. И здесь, естественно, понимание перспектив совершенно иное должно быть, на мой взгляд. Мне так представляется. Продолжим обсуждать перспективы борьбы на Олимпийских играх. Телефон студии 65 10 99 6. Эмоционально сегодня у нас получается обсуждение. Сегодня мы говорим о том, что Международный Олимпийский комитет собирается исключить борьбу из программы Олимпийских игр. Мы тут всячески протестуем вместе с нашими гостями, вместе с нашими экспертами, в том числе и с президентом Федерации спортивной борьбы России. У нас в гостях спортивный комментатор Григорий Талтвадзе. У нас телефон студии работает 65 10 99 6, код города 495. Если вы хотите высказать свои комментарии, вы можете это сделать с помощью, соответственно, телефонной трубки. Если ближе вам по нутру или ближе к вам клавиатура, то есть сайт Финам.фм и программа странички на своем поле. Там можете оставлять тоже свои комментарии. Григорий, вот заговорили мы с вами про будущих кандидатов, возможных, на пост, соответственно, президента Федерации борьбы международной. И заговорили о том, что все-таки все федерации в этой борьбе за борьбу, они объединяются. Но есть еще и люди, которые радикально себе позволяют за борьбу бороться, в том числе сдавать медали, в том числе объявлять голодовку. Вот такие способы борьбы. Михаил Геройч сказал, что он не приветствует. Как вы относитесь? Это эмоции, конечно. Это эмоции, я согласен. Но, с другой стороны, я не могу не аплодировать Валентину Иорданову, великому борцу, выдающемуся мастеру ковра. По-разному можно оценивать его поступок, но это поступок настоящего мужчины. Потому что он, наверное, по-другому не мог выразить свой протест. Вот это такая форма выражения протеста. По поводу голодовки, я не знаю, это все-таки может быть действительно такое излишне радикальное средство самовыражения. А вот то, что касается поступка Валентина Иорданова, по-разному, конечно, к нему можно относиться. Но я еще раз хочу сказать, что мне, как мужчине, мне такой поступок близок. Близок. Мы помним с вами ситуации, когда, допустим, наши великие борцы борцовки снимали и клали на пьедестал. Кто-то мог сказать, а как это? А что это? А почему это? Разве так можно? Ну, иногда можно. Ну, просто примеры Иорданова последовали же и наши, да? Тот же, если я не ошибаюсь, Агир Муртузалеев, да, сказал, что я тоже, в общем, готов отдать свою сиднейскую награду. Ну, с одной стороны, наверное, это правильно, с другой стороны, это честно заработанная награда. Это выстраданная потом и кровью. Это вся его жизнь легла на эту медаль, и он от нее отказывается. Он не от медали отказывается, он, знаете, он отказывается не от звания олимпийского чемпиона, а он отказывается от атрибута, который, ну, как бы сопровождает это звание. Знаете, у нас ведь много было примеров, когда наши великие спортсмены вынуждены были продавать свои золотые медали. К сожалению, да. Да, потому что не было средств к существованию. Продавали в тот же Международный Олимпийский Комитет. Вот если у Международного Олимпийского Комитета, что называется, простите меня за такую резкость, есть совесть, то они бы могли, допустим, эту медаль купить, да, что, собственно говоря, и происходило, а Олимпийскому чемпиону дубликат вручить. Да, наверное, это было бы справедливо. Это делалось когда-нибудь? Нет, не делалось. Поэтому они-то воспринимают это вот возвращение медалей, ну, как норму. Слушайте, вот я тут еще, знаете, о чем подумала. Когда заговорили о том, что борьбу будут исключать, сразу появились виды спорта, которые в эту программу Олимпийских игр могут войти. Да, как, например, спортивное скалолазание, ушу, вейкбординг, бейсбол, софтбол. При этом, вот сколько себя помню, сколько, да, вот нахожусь в спортивной журналистике, так или иначе, общаясь с Федерацией самбо, они все ждут, не дождутся, когда их все-таки в эту Олимпийскую семью примут. И при этом на фоне попыток самбистов включиться в Олимпийскую программу, вдруг исключают самую главную борьбу. Откуда берутся вейкбордисты? Откуда берутся ушиисты? Неужели этим видом спорта любым из вышеперечисленных занимается определенное нужное количество людей? Есть спортивные залы, есть детские спортивные школы. Неужели ушу популярнее борьбы? Наташ, можно вопрос? Да, можно. Вот я как первоклассник поднимаю руку. Кто у нас является одним из основных спонсоров Олимпийских игр? Вот из корейских гигантов. Самсунга, я так подозреваю. Подозреваете. А помните, когда появился выдающийся вид спорта в Олимпийской программе? Такой, как тхэквондо. Да. Популярнейший. Популярнее. Популярнее нет вообще. Футбол отдыхает. Когда он появился на Олимпийских играх? В Сеуле. Чьи деньги? Деньги наши. Вот, хочем, чтобы наш тхэквондо был в Олимпийской программе. Хочем, так и будет. При этом, когда ты спрашиваешь у непрофессионала, они тебе говорят, слушайте, а чем отличается ушо от тхэквондо, от кудо или от какого-нибудь, я не знаю, карате или киокушенка? Вот в чем грустно. Так видов единоборств такое количество, вот этих восточных, что, ну давайте мы их всех включим в Олимпийскую программу. И спортивное скалолазание. И спортивное скалолазание. Ничего не имеем против. Сразу просим прощения у людей, которые этим занимаются, но я считаю, что это не Олимпийские виды спорта. Ну, я бы в таком случае включил бы в программу еще спортивное скало спускания. Ну, почему? Потому что спускаться с горы, как говорят профессионалы, порой бывает сложнее, чем подниматься. А тогда, если следовать вашей теории про тхэквондо, если учитывать, что у нас основные спонсоры это Макдональдсы и Кока-Колы, то, соответственно, бейсбол и софтбол вполне могут войти в программу. Конечно, могут. Даже несмотря на то, что вот я так по географии, да, взгляд бросая на карту мира, сам себе задаю вопрос. А сколько стран у нас бейсболом занимаются? Ну, я думаю, что те, которые близко к Америке. Ну, сколько? Вот так вот, по пальцам, если пересчитать. Ну, Соединенные Штаты, Куба, там Коста-Рика, Пуэрто-Рико, ну, наверное, да. Япония. Япония, ну, Австралия, Новая Зеландия, усё. Ну, в общем, список не очень широкий. Да, что? Что? Многомиллиардные по населению Китай и Индия занимаются бейсболом? Нет. В Индии, например, там крикет, крокет. И поло. Поло и хоккей на траве. На траве, да. Что? Самая большая страна в мире, Россия? Или Канада, вторая по территории, занимается этим? Нет. Ну, хоккей на траве вошёл. Это тоже очень популярный вид спорта. Ну, вы знаете, хоккей на траве. Играют в Германии, в Голландии, в Великобритании. Вся Европа играет. Кроме Азии. Ну, в смысле, я имею в виду, если не брать в расчёт Азию ещё. А Индия, Пакистан, Бангладеш. Там это очень популярно. Очень, чрезвычайно популярно. А что, у нас в 70-е годы хоккей на траве был не популярен? Ещё как был популярен? Просто всё равно, я всё время пытаюсь прийти к мысли, откуда вообще у этих чиновников возникла такая бредовая идея. Если положить все эти скопом виды спорта, про которые мы только что поговорили, они всё равно не перевесят то, на которой чашу весована, на которой лежит борьба. Знаете, есть ещё один очень важный момент. Мы, к сожалению, об этом пока не говорим, но вот давайте возьмём тот же вейкбординг. Чудный вид спорта. Чудный вид спорта, замечательный. Я аплодирую всем тем, кто этим видом спорта занимается. Но сразу у меня возникает вопрос, а сколько людей занимается этим видом спорта? Минимум. И давайте вспомним. Вот сноуборд, вообще вот эти вот все хавпайпы и прочее, прочее, они появились в олимпийской программе благодаря чему? Мы забываем о том, что, забываем очень часто о том, какую роль играют во вхождении в олимпийскую программу, вот в частности в зимних видах спорта, да? Такую теневую роль промышленные гиганты. Ну, смотрите. Снаряжение абсолютно отличающееся от всех. Даже каски отличаются. Не, нельзя, допустим, в хоккейном шлеме выступать в сноуборде. Там должен быть особый шлем. Как бы вот там голова другая, понимаете? Там должны быть особые налокотники, наколенники, особые крепления. Над этим же работают огромное количество производителей. И вкладывают туда миллиарды. И производитель, производитель диктует условия олимпийскому движению. Вейкбординг. Вы хорошо себе представляете, какие технические средства должны быть задействованы? Это же, прошу прощения, не ваш волейбол. Ну, это да. Да. Трусы и каска. И легкая атлетика тоже неприбыльный вид спорта. И борьба тоже. Трико купил и пошел бороться. Или шиповки. И все, и вышел. А здесь, здесь вы меня извините, здесь такое техническое обеспечение должно все это сопровождать. И в скалолазании тоже. То есть, я, например, совершенно однозначно вот для себя дал ответ на то, что это все далеко не просто так. Это еще плюс ко всему и такое лоббирование интересов некоторых производителей, которые на этом деле поднимут очень большие деньги. Ну, Михаил Геразич тактично тоже открестился от этой идеи, что это экономическая теория заговора. Ну, как выясняется, скорее всего, он тоже просто тактично об этом умолчал. Ну, а вообще, во всем этом разговоре меня больше всего насмешило то, что Олимпийские игры 20-го года должны проходить, вот борются за них, да. Ну, две из трех кандидатуры, это абсолютно борцовские города, да, борцовские страны. Что, представляете себе, Стамбул выигрывает Олимпиаду и национальная для каждого турка борьба, она исключена из программы. Да зачем тогда туркам это нужно? Они же хотят прийти на стадионы и в залы и поболеть за своих. Конечно. И посмотреть, как наши игры. А что, а в Японии, где женская борьба просто сейчас такими темпами развивается? Давайте посмотрим с вами протоколы последних, предпоследних Олимпийских. Слушайте, они вообще на подъеме японцы, вообще они изумительно показывают результаты. В борьбе, они показывают, особенно в женской борьбе, они показывают великолепные результаты. А посмотрите, какой взрыв борьбы, допустим, там в Монголии, в Китае. Мы ведь не говорим сейчас о бывших странах Советского Союза, где для той же Армении, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, ну это трагедия самая настоящая. А что, а для балканских стран? Гриорий, у нас остается меньше минуты. Вот буквально кратко, на полминутки, вы верите в то, что разум восторжествует? Ну, я вообще оптимист, конечно, по жизни. Наверное, вы это поняли. Я хочу верить в это, еще раз хочу верить в это, и еще раз хочу верить в это. Но, к сожалению, мир спорта сегодня таков, что если мы получим отрицательный результат, я не удивлюсь. Я буду горевать, естественно, как все, но не удивлюсь, к сожалению большому. Хотя, конечно, еще раз повторю, что я верю в торжество разума. Очень хочется, хочется вот так все пальцы скрестить на всех руках, ногах у всех, для того, чтобы, в общем, разум восторжествовал. Наверное, только отсутствием разума и мозгов можно обосновать это принятие перед такое странное решение. Ладно, давайте на оптимистичной ноте закончим. Скажем, что мы все равно болеем за нашим и верим в то, что борьба будет олимпийским видом. Будет! Будет!